В Казанском университете И таковым остается Мне хотелось бы Рассказать вам О проблемах И о современном состоянии По крайней мере, как это видится мне Такой вспомогательной исторической дисциплины Как археографии И для начала Сказать несколько слов Об истории этой дисциплины В России Истоки археографии В России Следует Отсчитывать С начала XIX века Хотя еще в XVIII веке Были предприняты Некоторые усилия По собиранию И изданию рукописей И текстов по истории России Мы знаем О проектах Времен Петра I 1722 1721 1722 1724 Годов По собиранию Древних рукописей Проект Алексея Ивановича Мусина Пушкина 1792 1792 1792 Года По Собиранию Сведений О рукописях Хранящихся Монастырях И Епископских Кафедрах Которые Предоставлялись Петербург А впоследствии И некоторые Из этих рукописей Также Привозились В Петербург С целью Издания Наиболее ценных Из них Но все-таки Полномерное Обследование России Для выявления Материалов По русской истории Относится К началу XIX века И этот процесс Связан С учреждением В Петербурге В 1796 Году Императорской Публичной Библиотеки Это здание Уникально тем Это учреждение Что И в настоящее Время В нем Мало что Поменялось И Вот эта Акватинта Практически Воспроизводит Здание Нынешней Российской Национальной Библиотеки В том виде В каком Оно Существует И сейчас Первая Идея Археографического Обследования России Датируется 1805 Годом Я имею ввиду План Путешествия По России Для собирания Древностей Составленный В ноябре 1805 Года Этот план Был опубликован Еще в начале 20 века Владимиром Александровичем Бильбасовым И ошибочно Атрибутирован Атрибутирован Библиотеки Императору Императору Библиотеки 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 Алексея Николаевича Через несколько лет Через несколько лет Буквально Через Четыре года В 1809 году Бороздин Организует Эту экспедицию Он ее реализует И экспедиция Бороздина Стала по существу Первой археографической Экспедиции Точнее она была Именно так задумана Она была Она отправлялась Из публичной библиотеки И ее Руководителем Был Бороздин Но рукописей Эта экспедиция Привезла с собой Очень мало В чем причины По всей видимости В том что Фактическим Руководителем Этих работ Стал тогда Заместитель директора Публичной библиотеки Алексей Николаевич Оленин И его переписка С Бороздиным Показывает Что цели экспедиции Менялись То есть там Речь уже шла О том Чтобы Фиксировать Обычаи Придать этой экспедиции Этнографический характер Таким образом Задуманная Первая археографическая Экспедиция Приобрела комплексный характер И в общем На становление археографии Повлияло мало Но наверняка С деятельностью Бороздина Была связана Работа Так называемого Румянцевского кружка 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 Который сложился Вокруг Деятельности Канцлера Графа Николая Петровича Румянцева Николай Петрович Румянцев После 1812 года Фактически Отойдя От государственной службы Занялся Коллекционерской деятельностью И на свои деньги Организовывал Экспедиции Археографические Вот участие В этих археографических Экспедициях Молодых Тогда историков Константина Федоровича Колайдовича И Павла Михайловича Строева Существенно Обогатило Наше представление Об архивном И рукописном Наследии До Петровской Руси Ими были обнаружены Ну Те шедевры Которые сейчас Являются Основой Наших представлений О русской Палеографии В частности Ими была найдена Вторая По времени Датированная Кириллическая Рукопись Изборник 1073 года Ими был Найден Самый ранний Свод Права Изборник Судебник 1497 года И ряд других Рукописей И в результате В Петербурге В доме Румянцева Сформировался Не только научный Коллектив Который Занимался Археографией Собиранием И описанием Древних рукописей Но и сформировалась Уникальная коллекция Которая Впоследствии В 1861 году Была переведена В Москву И стала Основой Для нынешней Главной библиотеки Страны Российской Государственной Библиотеки Которая До советское Время Им так и Называлось Московский Публичный И Румянцевский Музеи Вот это Я бы Выделил Деятельность Румянцева Как второй Этап Развития Археографии В России Ну и Наконец Третий Этап Который Уже Вывел Археографию На Институциональный Уровень Это Академические Экспедиции Двух Археографов Павла Михайловича Строева Который начинал Именно в кружке Румянцева И его помощника Якова Ивановича Бередникова В 1828 году Павел Михайлович Строев Получил Финансирование От Академии Наук На именно Археографическую Экспедицию Вот здесь Впервые И термин Археография Употреблен В нашем Современном Значении Надо сказать Что этот термин Свойственен Исключительно Российской Науки И тогда И Строев И его помощник Бередников Понимали Под археографией Именно Собирание Именно Собирание Рукописей За 4 года Ими было Обследовано Несколько Десятков Населенных Пунктов Учреждений Как церковного Так и светского Характера И В Петербург Были привезены 4 тома Скопированных Документов По истории России Начиная С 14 века Заканчивая 17 веком А также Коллекция Рукописных Книг И коллекция Подлинных Актов И когда Это все было Представлено Императору Николаю Первому То он Распорядился Придать Комиссии Придать Экспедицию Преобразовать В комиссию А впоследствии Придать комиссии Статус Постоянного Учреждения Для подготовки К изданию И дальнейшего Собирания Подобного Материала Так появилась Петербургская Археографическая Комиссия Которая Существовала До 1929 Года И в Петербургскую Археографическую Комиссию Входили Лучшие Представители Исторической Науки Петербурга Работая Одновременно Скажем В университете И в комиссии В комиссии В комиссии В каком-то Другом Научном Или учебном Учреждении Придавало Деятельности Этих Историков А впоследствии Туда Стали входить И филологи Принимать Участие В деятельности Этой комиссии Источниковедческий Характер Археографическая Комиссия В течение 19 века Занималась Преимущественно Изданием Исторических Источников Хотя в комиссию Присылали С мест Из разных Учреждений Подлинники Документов Но Профиль Деятельности Комиссии Изменился И под Археографией Уже в 19 веке В начале 20 Стали понимать Преимущественно Издательскую Деятельность Издания Исторических Источников Вот перед вами Две Архивные Фотографии Которые нашим Коллегам Удалось Выявить В архивах Одно В архиве Академии Наук Второй В частном Собрании Эти две Фотографии Демонстрируют Изменения Которым Подверглась Археографическая Комиссия В советское Время Верхние Фотографии 29 Год Нижние Фотографии 31 Год И вы Видите Что Ни Одного Повторения Что ли На верхней Фотографии Один Набор Лиц Причем Это Выдающиеся Историки Николай Васильевич Рождественский Сергей Федорович Платонов Василий Григорьевич Дружинин Александр Игнатьевич Андреев Это До Репрессии В Академии Наук До Так Называемого Академического Дела 30 Года После Этого Состав Археографической Комиссии Полностью Сменился На Нижние Фотографии Уже Новый Состав Археографической Комиссии Под руководством Бориса Дмитриевича Грекова Он тогда Возглавлял Археографическую Комиссию Она уже Существовала Под названием Историк Археографического Института Который Был В 1936 Году Преобразован В Ленинградское Отделение Института Истории Нынешний Санкт-Петербургский Институт Истории РАН И вот Эта Деятельность Издательская В Археографической Комиссии В Историк Археографическом Институте Она Продолжалась И дальше Но Так называемая Полевая Археография Она не была Забыта Совершенно И Продолжалась В других Научных Учреждениях И вот Здесь В методике Полевой Археографии Велика Заслуга Всевлада Измайловича Срезневского Который В 1899 Году Возглавил Вновь Созданное Отделение Библиотеки Академии Наук Библиотека Академии Наук Древнейшая Научная Библиотека России И Там Традиционно Существовала С 18 Века Начиная В 1714 Году Была основана Там Традиционно Существовало Два Отделения Русская И Иностранная И вот В конце 19 Века Было Выделено Еще Третье Отделение Рукописное Поскольку В библиотеке Академии Наук Традиционно Хранились Рукописное Рукописное Собрание Петра Первого Включающее Рукописи Принадлежавшие Представителям Царской Семьи 17 Века Рукописные Собрания Сподвижников Петра Первого Ученых 18 19 Веков И вот В конце 19 Века Этот комплекс Рукописей Был выделен И преобразован В отделение Во главе Отделения Был поставлен Всеволод Измайлович Срезневский Который С первых же лет На своего Руководства Рукописным Отделением Разработал Методику Археографических Экспедиций Все лето Он проводил В экспедициях Сначала По Северу Северо-западу России Потом Заезжал И в другие Регионы И формировал Рукописный Фонд Библиотеки Академии Наук Вот эти Регулярные Полевые Экспедиции Археографические Вот Именно Их Регулярность Их Методология Она Была Разработана Всеволодом Измайловичем Срезневским И эта Деятельность Продолжалась До Революции 1917 Года Впоследствии В 20 и 30 Годы Эта Работа Была Можно Так сказать Приостановлена Поскольку Это Вообще Было Время Трудное Для Нашей Страны Но Тем Не Менее Была Возобновлена И Возобновлена Была В другом Учреждении Петербурга Ленинграда Тогдашнего В Институте Русской Литературы В Пушкинском Доме Выдающимся Археографом Владимиром Ивановичем Малышевым Надо Сказать Что Владимир Иванович Малышев Начинал Свой Трудовой И по всей видимости Уже потом Вернувшись С фронта После войны Он эту работу Возобновил На тех Методологических Основах Которые Существовали Еще В библиотеке Академии Наук Эта деятельность Малышева Приобрела Крупномасштабный Характер Экспедиции Которые Осуществлял Малышев Со своими Учениками И последователями Обогатили Русскую Науку Сотнями Выдающихся Памятников Книжности В результате В Институте Русской Литературы Было создано Специальное Подразделение Древлехранилище Которое В настоящее Время Носят Имя Владимира Ивановича Малышева А в Институте Русской Литературы В Петербурге Ежегодно Проходят Малышевские Чтения Посвященные Во многом Вопросам Археографии С Владимир Ивановичем Малышевым Тесно Общался Выдающийся Историк Академик Михаил Николаевич Тихомиров И именно Общение С Малышевым Собственная Его Деятельность По коллекционированию Тихомирова Был коллекционером Древних рукописей Привела К необходимости Воссоздать Археографическую Комиссию И вот В 1956 Археографическая Комиссия Была Воссоздана И Та Археографическая Комиссия Которая Существует До Настоящего Времени Это Воссозданная Михаилом Николаевичем Тихомировым И в этом Году 75 лет Исполняется Археографической Комиссией Академии Наук Воссоздав Эту Комиссию Уже В Москве Михаил Николаевич Тихомиров Заложил Три Основных Направления В ее Деятельности Эти направления Потом Были Сформулированы Учеником Михаила Николаевича Многолетним Председателем Археографической Комиссии Сигурдом Оттовичем Швиттом Какие Это Три Направления Это Полевая Камеральная И Эдиционная Археография Поэтому Мы Сейчас Говорим О трех Основных Направлениях В археографии И Археографическая Комиссия В советское Время Очень Много Сделала По Первым Двум Из этих Направлений А именно Тихомиров По образцу И по методологии Малышева Организовал Археографические Экспедиции Они были На Дальний Восток В Сибирь Постепенно Академические Экспедиции Были Этой Традиции Были Восприняты Другими Научными Учебными Заведениями Вузами И Вся Страна Покрылась Сетью Археографических Экспедиции В результате Чего Многие Памятники Тысячи Десятки Тысяч Памятников Были Спасены И поступили На государственное Хранение И Та методология Методическая Работа Которая Проводила Археографическая Экспедиция Она тоже Имела Большое Значение В настоящее Время Археографическую Комиссию Возглавляет Выдающийся Ученый Специалист По Древнерусской Дипломатике Член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Михайлович Каштанов Но Разумеется Экспедиционная Деятельность Археографической Комиссии Сейчас фактически Сошла на нет Как сходит на нет И экспедиционная Деятельность Других Учреждений Насколько Мне известно Эффективно Экспедиции Археографические Проводят Сотрудники Сибирских Учреждений В частности Государственной Научно-технической Публичной Библиотеки В Новосибирске Но вот В Сибири Еще Эта Деятельность Осталась А в настоящее Время Археографические Экспедиции Уже не Приносят Того Эффекта Но прежде Потому что Книга Рукописная Книга Рукописные Документы Уже Стали Объектом Антикварной Торговли И Уже Деятельность Археографических Экспедиций Не Приносит Того Результата Коллекции Сейчас Этих Рукописных Памятников Собираются Совсем Иными Совсем Иными Способами Но Тем Но Второе Направление Деятельности Сформулированное Сигурдомотовичем Шмидтом Как камеральная Археография Остается Весьма Актуальным И может быть Даже Самым Актуальным На современном Этапе Что Я Имею Да Еще Хотелось Отметить Один Момент Если Средневековые Рукописи Сейчас Действительно Существуют В Частном Владении В довольно Небольших Объемах Хотя Есть Конечно Коллекции Которые И сейчас И формируются И обогащаются Средневековых Рукописей Но их Немного И в целом Средневековых Рукописей В частных Руках Сейчас Небольшое Количество Большая Их Часть Уже Поступила На государственное Хранение И в этом Большая Заслуга Археографических Экспедиций Но вот Что касается Материалов Более Позднего Времени 19-20 века Личных Архивов Сейчас Сейчас Тот Период Когда Эти документы Нужно Собирать Когда Эти документы Должны Поступать На государственное Хранение А зачастую Их Случайные Владельцы Не понимают Их Ценности Поэтому Полевая Археография На мой Взгляд Ее Актуальность Сейчас Переносится Из Средневеков От средневекового Материала К материалу Нового И новейшего Времени И здесь Конечно Наверное Вот Это задача Нашего С вами Времени И нашего С вами Поколения Архивировать Эти материалы Это Важная Задача Полевой Археографии На современном Этапе Но Из Триады Задач Археографии Актуальной Остается Камеральная Археография Куда Задача Камеральной Археографии Фактически Ставит Любой Исследователь Начиная Историческое Исследование Когда Задается Задачей Проблемой Поиска Материала Привлекаемого Поиска Источников В отношении Средневековых Рукописей Это называют Археографическим Поиском В отношении Рукописей Нового И новейшего Времени Архивной Эвристикой Но фактически Это не Меняет Самого Существа Проблемы В нашем Распоряжении Архивы Куда Действительно Поступили И Ведомственные Документы И личные Архивные Фонды И коллекции Памятников Письменности Но Далеко Не в должном Виде Эти документы К настоящему Времени Описаны Поэтому Найти Нужный Источник Для исторического Исследования Описать его По научным Правилам Это проблема С которой Сталкивается Любой Историк Причем В Архивохранилищах И музейных Библиотечных Коллекциях России Хранятся Материалы Касающиеся Не только Истории России Но Истории Западной Европы И стран Востока Источники Относящиеся И к Ранним Этапам Истории Человеческого Общества И Здесь Задача Которая Стоит Перед Исследователем Конечно Ориентироваться В этом Поле И Бескрайнем Поле Архивных Источников И Это тоже Отчасти Задача Которые Которые Ставит Перед Собой И решает Археография Следует Освоить Это Искусство Не только Владение Справочниками Современными Но и Справочниками Которые Были Каталогами Которые Были Опубликованы И в 20 И в 19 Веках И Описями Различными Ну и Наконец То Чем Занимается Камеральная Археография На Современном Этапе Это Составление Описаний И Каталогов И Вот На мой Взгляд Именно Здесь И Сейчас Находится Что-ли Вот Основной Нерв Основная Актуальность Археографии На Современном Этапе Если Предшествующие Поколения Исследователи Собирали Исторические Материалы Собирали Рукописные Памятники То На Долю Нашего Поколения Приходится Их Научное Описание Конечно Создаются И Каталоги В данном Случае Это Два Прекрасных Каталога Изданных Археографической Комиссией В 1984 В 2002 Году Где Учтены Все Ранние Рукописи До 14 Века Включительно К сожалению Каталог 14 Века Только Первый Выпуск Вышел Это Была Идея Михаила Николаевич Тихомирова Описывать Рукописи В хронологическом Порядке Но Такие Это Сводные Каталоги Но Сводные Каталоги Невозможны Без Описаний Коллекций Которые Хранятся На Местах Хранятся В архивах Хранятся В музеях Хранятся В отделах Рукописной И редкой книги Библиотек И Здесь Конечно На этом фронте Каждый Солдат Он Ценен И В процессе Получения Исторического Образования Конечно Очень важно На мой взгляд Овладеть Навыками Составления Археографического Описания Которые Включают В себя В общем-то Казалось бы Формальные Моменты Но Каждая Из этих Позиций Требует Определенного Определенных Компетенций Например Определение Формата Количество Листов Датировки Описание Переплета Передача Пометы Маргиналей Описание Содержания Изучение Истории Бытования Рукописного Памятника Это Те Основные Элементы Из которых Сейчас Состоит Археографическое Описание Ну вот Я В режиме Слайдшоу Покажу Вам Разные Рукописные Памятники Содержащие Вот те Атрибутивные Признаки По которым Они Описываются Супер Описать Грамотно Правильно Описать Супер Экслибрис Описать Экслибрис Чрезвычайно Важно Правильно Прочитать И воспроизвести Владельческие Выходные Записи На Рукописные Книги Зачастую Владельческие Записи Бывают Стертые Для их Правильного Прочтения Приходится Прибегать К Оптическим Методам Скажем Читая Стертые Записи В Ультрафиолетовых Лучах Наконец Правильное Определение Атрибуции Правильное Определение Провинанса Рукописи История Ее Бытования Позволяет Определить В какой Коллекции Эта Рукопись Этот документ Пребывал Вот в частности Исследования Проведенные Еще в советское Время В отношении Экслибрисов Дмитрия Михайловича Голицына Известного Верховника Члена Верховного Совета Сподвижника Петра Первого Позволила Реконструировать Его Ценнейшее Рукописное Собрание Которым Пользовался Кстати говоря Василий Никитич Татищев И которое Долго Некоторое Время Считалось Что оно Утрачено Но как Выяснилось Оно было Просто Распалено По разным Хранилищам А в общем Его Костяк Существует Аналогичная Работа Была проделана В отношении Другого Крупного Другой Крупной Коллекции Конца 18-го Начала 19-го века Коллекции Графа Федора Андреевича Толстого По наклейкам Экслибрисом Записям Удалось Восстановить Ее Практически В полном Объеме Это Сделал В 70-е Годы Американский Словист Дэниел Кларк УО Который Под руководством Дмитрия Сергеевича Лихачева Стажировался В Институте Русской Литературы В 70-е Годы И в результате Выпустил Исследование Которое Мы Как справочником Пользуемся До сих пор По реконструкции Коллекции Федора Андреича Толстого Еще одно Направление Камеральной Археографии Это Комментированное Издание Описей Книжных Собраний Средневековья И раннего Нового Времени За последние Десятилетия Вышло Несколько Образцовых Изданий Монастырских Описей Где Исследователи Не только Издают Текст Описи Книжного Собрания Монастыря И рукописного Собрания Но и И указывают Те Рукописи Документы Которые Удается Отождествить Таким образом Археографическое Описание Документа У нас Превращается Превращается В историю Бытования Этого документа Это чрезвычайно Бывает важно Потому что Ссылки На один и тот же Источник В разные Векам Осуществлялись По-разному И зачастую Мы Не в состоянии Определить Что Ссылка Сделанная Скажем Татищевым Восемнадцатом Веке Карамзиным В девятнадцатом Веке И современным Историком Была На одну И ту же Летопись Например Поскольку Все В разные Эпохи Разные Исследователи Один и тот же Источник Могли называть По-разному Он хранился В разных Местах И в результате Грамотного Археографического Описания Сделанного На современном Уровне Удается Прийти Вот к таким Важным Для исторической Науки Выводам Еще Одно Один Пункт важный Описание Рукописного Источника Это его Датировка Датировка Для бумажных Рукописей А у нас С пятнадцатого Века Большая часть Рукописей Написана На бумаге И до Можно сказать Так До середины Девятнадцатого Века До появления Уже В массовом Изготовлении Машинной Бумаги Машинного Изготовления Большая часть Рукописей Была написана На бумаге Ручного Отлива И благодаря Этой бумаге Ручного Отлива У нас Появляется Возможность Довольно-таки Точной Датировки Рукописи То есть С пятнадцатого По восемнадцатый Век Даже если Рукопись Или документ Не имеет Даты В своем Тексте Мы только По маркировочным Знакам Бумаги Можем ее Датировать С точностью До двух Десятилетий И при Археографическом Описании Рукописи Конечно же Маркировочные Знаки Бумаги Или как Их еще Называют Филиграни Требуется Правильно Описать Правильно Датировать А это Не скажу Что это Сверхъестественно Сложная Какая-то Задача Но это Тоже Требует Определенной Подготовки Вот здесь Я воспроизвел Справа От вас Это Филигрань Ну вы Наверняка Знаете И как Студенты Историки И видели Эти Изображения Этих Филиграней Тут Ничего Нового Я вам Не открываю А вот Слева Изображен Так называемый Штемпель Так Маркировали Бумагу Машинного Изготовления В 19 Начале 20 Веков Если По Филиграням В нашем Распоряжении Есть И Справочники Многочисленные И сейчас Уже База Данных Которыми Пользуемся То Штемпели Неизученные И Фактически Там Два Справочника Довольно-таки Скудных В нашем Распоряжении Есть Посвященные Штемпелям А благодаря Штемпелям Тоже Можно Датировать Недатированные Рукописи Ну В отношении Филиграней У нас В русской Традиции С 1824 Года Традиции Издания Альбомов Филиграней И Здесь Один из Лучших Альбомов Был создан Вот Николаем Петровичем Лихачевым Что Я с удовольствием Отмечаю Ну А также Покажу Вам Наверняка Вам Известных Справочников По Филигранной Ведению Ну И Наконец Третье Направление Эдиционная Археография То есть Археография Направление Которое Занимается Изданием Исторического Источника И В настоящее Время Мы переживаем Бум Эдиционной Археографии За последние Десятилетия Изданных Исторических Источников Гораздо Больше Чем было Изданно За все Советское Время Ну Это связано И с Современными Технологиями И с Открытием Архивов И Какая Здесь Мне Представляется Проблема В Аддиционной Археографии Могу Сказать Что Это Одно Из Актуальных Направлений Археографии На Современном Этапе Потому Что Издание Научного Источника Введение В научный Оборот Одна Из Важных Задач Историка И вот Студентам Мы всегда Рекомендуем Готовя Квалификационную Работу Например Дипломную Работу Ну или Дальше Диссертационные Сочинения В приложении Опубликовать Неопубликованный Малоизвестный Источник И Эта Публикация Источника В приложении К исследованию Только Подчеркнет Ваш Уровень Как Исследователя Вашу Квалификацию Ну и Добавит Актуальность И что Самое главное И что Немаловажно Долговечности Вашему Исследованию Но Сэддиционная Археография В настоящее Время Тоже можно сказать Есть проблема И проблема Есть в том Что эдиционной Археографией Занимаются Например Лингвисты Которые Воспроизводят Рукописи С Сохранением Всех И Букв И расположение Этих букв И знаков Диакритики Специалисты По дипломатике У которых Свои подходы К Передаче Текста Историка Юридического Характера Можно сказать Литература Веда И историки И Если еще Несколько Там Лет Двадцать Назад Можно сказать Было распространено Такое Мнение Что Можно все-таки Договориться И выработать Некие Общие Принципы Издания Текстов То Сейчас Совершенно Очевидно Что Представители Разных Направлений Которые Занимаются Изданием Исторических Источников Не договорятся И невозможно Сформировать Некие Общие Единые Правила Издания Исторических Источников Но В этом Разнообразии В общем Наверное Есть Наша Современная Жизнь Источники Надо Издавать Но Выбирая Тот Или Иной Перечень Приемов И правил И оговаривая Это То есть Непреодолимого В этих Противоречиях Нет И Безусловно Это направление Как Эдиционная Археография И будет Развиваться И навыки Эдиционной Археографии По моему Глубокому Убеждению Являются Важными В формировании Общих Компетенций Профессиональных Компетенций Историка Таким образом Основные Направления Археографии Которые Были заданы Еще в XIX веке А сформулированы В XX веке Такие Как полевая Камеральная И эдиционная Археография Остаются Актуальными И сейчас Единственное Только можно Сказать Что несколько Сдвигаются Акценты Если в отношении Полевой Археографии Мы сейчас Можем Говорить о том Что Пришло Время Собирать XIX и XX Века И это И это Сейчас Актуально Потому что Это Архивное Рукописное Наследие XIX и XX Века Неадекватно Сейчас Не в должной Мере Ценится Нашим Обществом И мы Просто Можем Утратить Его В Той Или иной Мере В отношении Камеральной Археографии Но это Можно сказать Просто Проблема Которая Вопиет Наши Архивы Не имеют В большинстве Наши Архивные Библиотечные Музейные Собрания Памятников Письменности Не имеют Научно-справочного Аппарата На современном Уровне Который Позволил бы Адекватно Работать Исследователем Ну и Наконец Эдиционная Археография Она Остается Актуальной И до настоящего Времени Таким Образом Господа Студенты Здесь Простор И для работы И для творчества И Хотелось бы Конечно Вам пожелать Чтобы Те из вас Кому действительно Интересна Историческая Наука Который Хотел бы Что-то сделать Важного И ценного Потрудились бы И на Ниве Археографии Это Может быть И Такая Трудоемкая Работа Но Неблагодарной Ее назвать Нельзя Я в Петербургском Университете На Историческом Факультете Веду Предмет Который Называется Так и называется Археография И Мы В основном Занимаемся Со студентами Тем Что Пытаемся Вот Посмотреть Как описывают Рукописи Разных Эпох Русские Рукописи От раннесредневековых До уже Материалов Нового Времени И Работая Со студентами Я иногда Ловлю Себя Себя На мысли Что Как-то Складывается Впечатление Что все это Достаточно Просто Вот Есть учебники Есть пособия Археографическая комиссия Очень много Издавала В советское время Методических Пособий Достаточно Это все Прочитать И Сказать Что все Я умею Это делать А на самом деле Вот Из своего Опыта Общения С рукописями Процесс Этот Ну я не знаю Какой-то Он Оказывается Очень эмоциональный Вот я помню Что Когда Я начинал Будучи студентом Второго курса Знакомиться С рукописями То поначалу У меня это все Совершенно Не получалось Потому что Ну казалось Это и скучно И Много часов Сидеть в архиве И Устаешь И не понимаешь И Но в какой-то момент Вот это вот Количество Просиженных Точнее Количество Наблюдения За рукописями Оно перешло В качество Такое впечатление Что со временем Источник начинает Раскрываться И Вступать с тобой В какой-то контакт Ты начинаешь Видеть что-то Что не видел сначала То есть Я бы хотел сказать Что Вот процесс Этот вхождения В Работу с источником С подлинником Когда Видишь Воспроизведение То в общем Это Особенно И То есть Тут эти механизмы Не работают А вот когда Работаешь с подлинником Открываешь Подлинную рукопись И Через Много часов Вдруг Начинает Начинает К тебе приходить Какое-то знание Вдруг Начинаешь Замечать Какие-то детали Которых не заметил Сначала И Процесс Этот В моем случае Он такую эмоциональную Окраску Окраску Носил И поэтому Мне хочется Сказать Что если Кто-то Кто-то из вас Решит Познакомиться С подлинниками С подлинными Рукописями И сначала Дело не пойдет Покажется Что ну Это все Неинтересно Я лучше Займусь Чем-то другим А у нас Сплошь и рядом Такое получается Со студентами То не нужно Сразу Ставить на этом Крест Потому что Результат Приходит Когда Количество Этих наблюдений Переходит в качество И вот здесь Нужна наверное Какая-то еще Сила характера Это из напутствия Спасибо Да Спасибо Редактор субтитров А.Семкин